Здравствуйте, мои дорогие зрители, я тоже рад видеть вас. Итак, ставим лайк и поехали. Сегодня расскажу о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин спят в разных спальнях. После того, как Алла Борисовна заявила об уходе со сцены, а с тех пор прошло уже 10 лет, она отказывалась от больших интервью, радуя поклонников лишь небольшими комментариями. Поэтому для многих было неожиданностью недавно вышедшее интервью звезды, в котором она была предельно откровенна. Блогер Олегу Миншкову певица рассказала о многом, о детях, мужа, роскошном доме и страхе старости. Своих детей мы не наказываем, стараемся им объяснять что-то. В Японии говорят, что до 5 лет вообще ничего нельзя, смотрите и наблюдайте. А я и без Японии это знал. Чтобы что-то ребенку дать, надо понять, что он хочет вообще. Эти 5 лет ты присматриваешься к ним. Вот все говорят про Лизу, что она такая артистичная. Я бы ее в жизни не выставлял, но Макс все время выставляет. И вот я знаю, что ей надо. Она или Брижбарда, или математик, любит математику и такая организованная, или что-то творческое, рассказала Алла Пугачева о воспитании детей. Рассказала певица о роскошном доме замки. Артистка признается, в дизайне дома ей не все нравится, однако она любит его. В интервью знаменитость рассказала о расположении замка, отметив, что она и Максим спят в разных спальнях. Дом выстроен в стиле замка, но если зайти внутрь, он не такой уж большой. Этот дом настолько хорош, функционален. Для Лизы, для Гаррика, для Кристины, для Клавы, по комнате, для меня, для мужа. Потому что я всегда в разных спальнях сплю всю жизнь, гостевая для денег. Вот и все. Ну, внизу у меня еще маленькая сцена студии. Но когда Макс начал делать этот Диснейленд, я была против. Гаргуль и у входа, я их даже боялась. А Макс говорил, они нас охраняют. Он такой старичок, заблудившийся в детстве. Вот он мечтал такой замок сделать и сделал. У Гаргулей, кстати, есть имена, Гарри, Гули, Корнуэлла типа. Ограду вокруг замка Макс сделал со знаменами. Спрашивает, нравится тебе? А я говорю, как будто здесь генерала похоронили. Несмотря на расхождение вкусов. Мне все это безумно нравится, призналась Алла Пугачева. Алла Пугачева признается, сейчас она живет ту и жизнь, о которой мечтала. И все это, благодаря Максиму Галкину. Я сейчас живу такой жизнью, которую вообще не знала. Как это быть замужем? Потому что один был директор, другой тоже так. Но филя, это другое. Филя это филя, так надо было. А сейчас я даже не знаю, как это определить. Маленькие дети, муж не пьет, не курит. Верный, талантливый, с юмором, красивый, домовитый. Как же мне повезло наконец. Я один раз его только спросила. Я могу спокойно стареть с тобой. Если бы вы видели эти глаза, ты сумасшедшая? Конечно, не бойся ничего. И все, рассказала певица. Единственное, что сейчас пугает и огорчает Аллу Борисовну, это возраст и старость. Инстаграм, это так интересно. Поиграть можно, когда скучно. И так мне надоело, что пишут, она же старая. Да, я старая и ничего с этим поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Да, я старею. Уже ложишься и думаешь, проснешься ли? Да плевать я хотела на комментарии. Главное, другое. Желание жить сегодняшним мгновением. Каждый день, каждая минута, каждое мгновение. Это время, когда ты начинаешь думать не годами, а днями. Разоткровенничала звезда. Всем большое спасибо за внимание. Ждем вас на следующих просмотрах. Ставим лайк или дизлайк. Не забываем подписываться на канал. Нажимаем колокольчик справа. Благополучия и здоровья вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин